В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Видном широкими народными гуляниями встретили зиму, а на новогодних елочках зажглись огни. Как войнешь за порог, всюду винить, а из окон порог синить, синить. Ежемесячное оперативное совещание провел глава муниципалитета Валерий Венцель. Бюджет на 2020 год, как и прежде, остается социально направленным. В Видном открылся торгово-развлекательный центр «Галерея 918». Мы его строили с 2014 года. В Видном широкими народными гуляниями встретили зиму. От Советской площади отправился праздничный морозолейбус, а позже и Деды Мороза со снегурочками. Торжественным венцом встречи зимы стало зажжение елочных огней по всему городу. Как проходил праздник и появилось ли у жителей новогоднее настроение, узнал Арсений Рогозянский. Вместо сказочных саней с запряженными оленями в Видном Деда Мороза используют морозолейбус. Он тоже рогатый, только вмещает больше пассажиров. И все равно всех желающих волшебный транспорт не вместил. Но и снаружи в окружении еще десятка Дедов Морозов. И снегурочек было шумно и весело. Зима в полной мере не спешит вступать в свои права. На улице уже холодно, а снега еще нет. Но даже это не стало помехой для тех, кто решил встретить последний и самый сказочный месяц года. Тем более, что один из Дедов Морозов уверен, скоро наступит настоящая зима. Настроение у меня праздничное, потому что снежок мы сейчас закажем, в небесную канцелярию отпишем, и снежок обязательно к Новому году будет для всех. Новый год принято связывать с верой в чудеса. А вот чтобы в них поверить, нужно обрести новогоднее настроение. Одна из снегурочек с помощью небольшого мешочка предлагала узнать, что ждет каждого в Новом году. В традиционном параде приняло участие около 50 Дедов Морозов и снегурочек, еще столько же детей и их родителей. От Советской площади большая группа отправилась к кинотеатру «Искра», где расположена главная видновская елка. Как пойдешь за порог, всюду винить, а из окон порог синить, синить. Готовься они летом, а письмо Деду Морозу к декабрю. Среди юных участников шествия есть такие, кто уже запечатал конверт со своими пожеланиями. Конечно же, не без помощи родителей. Папа помогал. О, а как папа помогал? Он мне говорил, а я писала. Более 500 человек собрала елка возле кинотеатра «Искра». Здесь первыми в городе зажглись елочные огни. С наступлением зимы жителей поздравил первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков. Дорогие друзья, я вас разрешите от имени главы Ленинского муниципального района Валерия Николаевича Венцеля поздравляю с первым днем зимы. Хочу вам всем пожелать прекрасного настроения, мир вашему дому. Тем временем во всех парках Видного также зажигались елочные огни. В Расторгуевском вместе с Дедом Морозом встретили зиму около 200 человек. Раз, два, три, светом сказочным дарим! В усадьбе Тимохова-Салазкина собралось около 150 человек. Там огни зажглись после игровой программы. Раз, два, три, елочный дарим! Самая дальняя точка встречи зимы в городе находилась в шестом микрорайоне на улице Фокина. Там собралось более ста человек, которые приняли участие в играх, водили хоровод и смотрели выступления народных коллективов. Новогоднее настроение уже постепенно появляется, однако многие сетуют на нехватку главного атрибута зимы. Ждем снег. Нам не хватает снега для новогоднего полноценного настроения. Жители встретили бесснежную зиму весело и с улыбкой, тем самым еще немного приблизив себя к новогоднему чуду. Ну а по прогнозам синоптиков первый снегопад состоится уже на этой неделе. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. В районном центре культуры и досуга состоялось традиционное оперативное совещание главы муниципалитета Валерия Венцеля. В нем приняли участие руководители управлений и служб округа, представители учреждений района и общественных организаций. На совещании подводились итоги работы прошедшего месяца и озвучивались планы на будущее. Во вступительном слове Валерий Венцель поблагодарил за слаженную работу всех, кто активно трудился на благо муниципалитета. И подчеркнул, что одним из важных событий прошедшего месяца стало принятие бюджета городского округа. Бюджет на 2020 год, как и прежде, остается социально направленным. Расходы социального характера составляют в 2020 году порядка 6 миллиардов рублей, что составляет более 91% в общем объеме расходов бюджета. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков озвучил информацию о работе в сферах образования и здравоохранения. В частности, он отметил, что уже 800 человек принимают участие в программе «Активное долголетие». Почти 24 тысячи жителей прошли диспансеризацию. Упомянул он в своей речи и работников перинатального центра. Впервые за два года и тройня у нас появилась. Всего с начала года у нас родилось 5 436 детей. Есть к чему стремиться. У нас и планка 6 тысяч. Коллеги, прошу в этом направлении совместно включиться. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов в своем отчете коснулся вопросов дорожного хозяйства, жилищного строительства и строительства социальных объектов. В частности, он озвучил ситуацию с подготовкой к работе в будущем году. По комплексному благоустройству в рамках формирования планов на 2020 год, проведены замеры всех 15 дворовых территорий, определен объем и вид работы ведет составление схем благоустройства и сметных расчетов. Заместитель главы администрации Альберт Гравин рассказал об экономическом развитии муниципалитета. Он отметил рост экономических показателей во всех сферах деятельности городского округа. От оборота оптовой и розничной торговли до ввода в эксплуатацию жилых домов. Общий экономический оборот в Ленинском городском округе составил 380 миллиардов рублей, что на 7,8% выше аналогичного периода прошлого года. Заместитель главы администрации Александр Усков озвучил итоги работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В рамках подготовки к отопительному сезону проведена проверка и капитальный ремонт более 167 километров тепловых сетей, 286 соответственно водопроводных сетей, более 220 километров канализационных сетей. Также на совещании рассказали о проведенных мероприятиях в области общественной безопасности. По традиции закончилось оперативное совещание награждением жителей района, внесших вклад в развитие муниципалитета. В микрорайоне Восточная Бутова на улице Южной появилась новая парковка на 400 мест. Наш корреспондент Арсений Рогозянский побывал на ее открытии. Нехватка парковочных мест в микрорайоне Дрожжино для жителей тема острая. На улице Южной напротив дома номер 9 открыта новая парковка, которая призвана упростить сложившуюся ситуацию. Начальник территориального отдела номер 25 Госадомтехнадзора Московской области Игорь Винокуров отмечает, самые частые обращения от жителей поступают по проблеме парковки на газонах. Эта проблема постепенно решается. В данный момент усилия и Госадомтехнадзора совместно с администрацией и застройщиком усилия делаются на то, чтобы открыть больше парковочных мест. Проблему нехватки парковочных мест в микрорайоне компания застройщика решает. Пространство для машин и мест организовывают, расширяя заездные карманы. Еще одна парковка на 350 мест появится весной следующего года. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ В Видном открылся торгово-развлекательный центр «Галерея-918». Событие это по-настоящему долгожданное, так как здание начали строить еще в 2007 году, но долгое время оно находилось в заброшенном состоянии. Одними из первых посетителей нового центра стали глава Ленинского района Валерий Венцель и наша съемочная группа. Свой путь по направлению к галереи 918 глава муниципалитета Валерий Венцель начал по пешеходной дорожке, которая появилась между зданием Сбербанка и новым торговым центром. Застройщик заасфальтировал народную тропу. Также здесь появились зоны отдыха, детские площадки и освещение. А у главного входа в здание в день открытия малышей развлекал клоун Алекс и проходили народные гуляния. Я всех нас поздравляю с этим замечательным открытием торгового центра, долгожданным. Так долго мы строили и наконец построили. Я надеюсь, здесь будет весело. Обязательно. Я надеюсь, что здесь будет интересно и взрослым, и детям. Среди арендаторов – магазины питания, электроники, бытовой техники, одежды и фудкорт. Пока еще не все торговые объекты работают, но их открытие запланировано на ближайшие недели. Уже сейчас здесь можно посмотреть новинки кинематографа в современном шестизальном кинотеатре, где в первый день работы наблюдался большой ажиотаж среди видновчан и гостей города. Красиво и внутри, и хорошо, и снаружи очень красиво. Так что будем надеяться. Кинотеатр у нас теперь есть большой, там несколько залов, нам понравилось. Я думаю, что это объединит людей в городе и новый вид досуг для людей будет. Мы просто зашли, посмотрели. Кинотеатр. Кинотеатр нас больше всего интересовал. Понравился, здорово. Проект был сложным, но компания, взявшая на себя обязательства по достройке объекта, выполнила поставленные задачи. Мы его строили с 2014 года. Хотели сделать такой доминант в данном городе, чтобы была красота. Наконец ТРЦ появился в городе Видном. Валерий Венцель напомнил, что завершающийся год знаковый для нашего округа. Мы до сих пор еще отмечаем 90-летие со дня образования нашего Ленинского муниципального района. И это открытие торгового центра именно в юбилейный год – это очень хороший подарок для всех жителей нашего муниципалитета. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В Видновское кожно-венерологическое отделение может обратиться любой гражданин России и бесплатно, в том числе анонимно, проверить свой ВИЧ-статус. В связи с недавно прошедшим Всемирным днем борьбы со СПИДом, мы побеседовали с врачом-дерматовенерологом Оксаной Шиляевой о том, как сейчас в мире борются с этим опасным заболеванием и могут ли люди с положительным ВИЧ-статусом жить полноценной жизнью. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Какие мероприятия запланированы в мире и у нас в муниципалитете? Темой Всемирного дня борьбы со СПИДом в этом году объявлено «Сообщество добивается перемен». То есть помимо государственных программ финансирования, помимо участия в этом государстве, сообщества, организации должны активно присоединиться к работе с ВИЧ-инфицированными, к помощи ВИЧ-инфицированным. И в нашем районе планируются встречи с школьниками, где им будут рассказывать о профилактике борьбы с ВИЧ-инфекцией, о профилактике, как себя правильно вести, чтобы они не столкнулись с этой проблемой. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о программе 90-90-90. Программа 90-90-90 начала свою деятельность с 2017 года и планируется ее завершить в 2020 году. Эту программу разработала ЮНЕЙТС, это организация ООН по ВИЧ-спиду, представители которой находятся в 70 странах мира. Что она предполагает? Это 90% людей, у которых есть ВИЧ, должны знать о своем ВИЧ-статусе. 90% людей, которые знают о своем ВИЧ-статусе, должны получать антиретровирусную терапию. И 90% людей, получающих эту терапию, у них должно быть снижение наступления вирусной супрессии. То есть результаты анализов, развитие ВИЧ-инфекции должно быть остановлено в их организме. Как обстоят дела с этим заболеванием в нашем муниципалитете? На сегодняшний день выявлено с положительным иммуноблотом 894 человека. Из них детей с положительным ВИЧ-статусом и с диагнозом ВИЧ-инфекции 11, которые тоже постоянно принимают антиретровирусную терапию. Взяты на учет 681 человек из этих людей в Ленинском районе. И из них получают антиретровирусную терапию 526 человек. Как сейчас диагностируется и лечится СПИД? И, собственно, как живут ВИЧ-инфекции равные люди сейчас? Назначается антиретровирусная терапия сейчас не только по показаниям, то есть по наличию сопутствующих заболеваний оппортунистических или по плохим результатам анализов. То есть эта антиретровирусная терапия рекомендуется назначаться и назначается сейчас с самого начала установления диагноза. Потому что она позволяет не только снизить смертность в результате заражения, но и является весьма эффективным профилактическим средством для лечения ВИЧ-инфекции. То есть концентрация вируса в организме сокращается настолько при приеме препаратов, что передача другому человеку становится маловероятной. Человек должен принимать эти препараты пожизненно, потому что ВИЧ-инфекция сейчас вообще расценится как хроническое инфекционное заболевание. И получаете препараты, он ведет практически неотличимую от здоровых людей полноценную жизнь. Место для добрых дел везде, время для них всегда. В рамках недели доброты и щедрости в Ленинском районе в стенах Видновской общеобразовательной школы номер два прошел настоящий праздник для людей с ограниченными возможностями. Подробности в сюжете Александры Столяровой. Гости событий остались самыми теплыми воспоминаниями о празднике доброты, где принимали участие как ученики школы номер два, так и члены Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов. Открывал концерт танец Ольги Варламовой, который привел весь зал в восторг. Ученики младших и старших классов Видновской школы номер два радовали гостей стихотворениями знаменитых поэтов, замечательными песнями и танцами. Завершился концерт не менее приятно – подарками. Зал аплодировал и улыбался, что означает только одно. Праздник прошел отлично. Данная благотворительная акция показывает гостям, что добрые дела – это и позитивные эмоции, подаренные зрителю. Добрые дела, конечно же, часть нашей жизни, потому что это очень важно. Добрые дела, они делают мир лучше. И добрые дела надо делать независимо от ситуации, в которой ты находишься. И добрые дела нужно делать всегда, везде и абсолютно любому человеку. После концерта на выходе из зала все желающие могли принять участие в мастер-классе. Гости, вооружившись кистями и красками, рисовали новогодних оленей. А председатель Ленинского общества инвалидов Наталья Рящина поделилась с нами планами будущих акций. У нас каждый день проходят благотворительные акции для наших людей, для малоимущих, инвалидов, многодетных. И понимаете, мы видим, что рядом с нами щедрые, добрые люди. И вот хочу сказать, что у нас каждый день акции, а иногда в один день две акции. Вот после сегодняшнего праздника наши дети поедут в цирк Навернадского. Неделя доброты и щедрости в Ленинском районе это ряд различных благотворительных мероприятий. Такие дни помогают всем понять. От добрых дел тебе становится теплее на душе. Ты клубнись первым, и тебе ответят тем же. Александра Столярова, Сергей Ларин, Видное ТВ И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи.